Эксперт о заявлениях Пашиняна, республику Арцах уничтожили, теперь республика Армения, республику Арцах уничтожили, теперь очередь за республикой Армения. Так прокомментировал ранее озвученный в Тавужской области страны заявление премьера Армении Никола Пашиняна сотрудники Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Сергей Мелконян. Эксперт предложил пройти по следам нового подготовительного этапа по превращению Армении в предаток Турции и Азербайджана. Во-первых, Никол и его команда пугают население войной, приравняв ее к поражению. Напомню, что до их прихода республика Арцах и республика Армения не проиграли ни одну войну. А уже при их руководстве Ереван проиграл в 2020 году. И 2022 год, а также не явился на войну 2023 год, когда пал Арцах. То есть войну приравняли к поражению и капитуляции только в их период, хотя на войне можно выиграть или как минимум не проиграть. Во-вторых, сначала они говорили отдадим Карабах, заживем. Сейчас говорят отдадим Тавуш, заживем. Завтра скажут отдадим Сюник, заживем. Это та самая тактика с Алями, отрезать потихоньку, сначала от Арцаха, затем от Армении. Позже дойдут до районов Еревана. Например, выселят всех из района Конд, чтобы открыть Азербайджанский культурный центр, — отметил он. В-третьих, — продолжил эксперт, — руководство страны сначала призывало нарушить суверенитет республики Армения, предлагая изменить Конституцию. По его словам, а сейчас содействует в нарушении территориальной целостности, предлагая сдать врагу часть армянской территории. Мелконян уверен, что данный процесс фактически легитимирует сдачу территории страны под угрозой применения силы в нарушении международного права, что станет уже обычным прецедентом, вместе с тем он задается вопросом, что же можно сделать в текущих реалиях. Линия обороны в Тавуши является одной из наиболее эффективных. Она была подготовлена и укреплена в частности командующим Третьим армейским корпусом Григорием Хачатуровым, генерал-майор, сын генерал-полковника Юрия Хачатурова, на которого власти завели фейковые уголовные дела, теперь уже многие поняли для чего. Очевидно, что в случае сдачи каких-либо территорий рушится линия обороны. Пока она не разрушена, ее можно эффективно защищать, но такая задача не стоит, иначе не сняли бы Хачатурова и не заводили на него уголовные дела. С любой страной, которая не только заинтересована в сохранении статус-кво на Южном Кавказе, но и готова вложиться в удержание баланса, Армения может провести военные учения в том самом Тавуши и не только. Это могут быть легкие маневры, которые легитимируют присутствие внешней силы, способной выступить сдерживающим фактором турецко-азербайджанской агрессии. Если уже никто не захочет сотрудничать по такому вопросу, то поставить на повестку вопрос синхронного обмена территории, Азербайджан выходит со стратегических позиций на территории Армении, которые занял в мае и ноябре 2021 год, а также в сентябре 2022 год. С участием посредника, способного выровнять силовой дисбаланс, полагает востоковед. По словам Мелконяна, он не видит индикаторов, на основании которых можно утверждать, что власть ставит цель сохранить суверенитет и территориальную целостность страны, скорее даже наоборот, сдать как можно быстрее. Также нет никаких предпосылок, что этот режим уйдет в краткосрочной перспективе. Поэтому ожидаем худшие сценарии, односторонняя сдача территории с разрушением линии обороны и стратегических коммуникаций с деарменизацией у приграничных населенных пунктов или ограниченная эскалация, в результате которой врагу будут намеренно сданы территории, резюмировал эксперт. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе общения с жителями приграничных сел заявил, что если Ереван не выполнит требования Баку о передаче Азербайджану ряда приграничных сел, то начнется война. А в случае войны Турция поддержит Азербайджан.